Нюанс, да, сразу в конце, сразу надо говорить. Ребят, если вдруг под вами, под вашей квартирой, там соседи, у них что-то протекло, это еще не точно, что это вы топите. Привет, интернет, с вами снова дядя Сережка, на этом мастера. Сейчас на сутках нахожусь, как раз есть время для того, чтобы снять вам видео. Видео с ним про то, как побыстрее найти причину протечки в квартире на квартирном жилом здании. Начну как бы издалека, но постараюсь это видео сделать кратким. Поэтому, конечно, с вас лайк, если видео понравится, будет вам полезным. Также подписывайся на канал, смотрите, тематику моего канала, конечно же. И пишите комментарии в рамках приличия желательно, конечно. Топ, согласны, не согласны, дополните меня, может, я даже сниму по этой теме еще одну серию видео. Благодаря вам, моим зрителям. Итак, давайте издалека начну. Для начала хочу вам сказать, что в больших случаях, чаще всего, когда возникает протечка, она явно, она понятна почему. То есть, видно свещину стояка, будь то это отопление, водопровод, либо канализация. То есть, там обычно как бы все понятно, видно, откуда течет. И чаще всего проще с обнаружением причины протечки. Это в старом фонде, в советских домах, потому что там все по-простому прокинуто. То есть, стояки идут, отопление вдоль стен наружных. Вот обычно ничего не спрятано. Также водопровод идет стояками, идет через санузлы, прямо непосредственно в квартирах. И, соответственно, канализация тоже. Но, но в новостройках бывают разные исполнения, коммуникации, связанные с водой. Вот, разные застройщики, разные проекты, разные способы, вернее, разные исполнения. Поэтому, ребят, давайте, давайте по порядку. И давайте я, может быть, покажу вам сначала, наверное, на листочке. То есть, сначала продолжу видео, показывая на листочке. Переходим на листочке. Итак, вот я тут по-быстрому нарисовал типичные ситуации. Вот, значит, давайте начнем, наверное, с отопления, да? Ребят, обычно отопление течет тогда, когда его запускают. То есть, просто так оно обычно редко течет, потому что в отоплении в воде там много шлама, много там примесей уже, там, то есть, всякого-всякого, помимо воды, помимо жидкости, много чего. И оно редко там что-то там образует течи, то есть, это очень редко. Но такое возможно, когда там, допустим, сливали систему, либо там было давление скинуто. И вот, когда перед зимой, в отопительный сезон в начале, начинают запускать и начинают вылезать какие-то проблемы, да? Поэтому, как бы, включили отопление и вы начали отопить соседей снизу, значит, это связано с отоплением, да? Зачастую это чаще всего происходит, когда не найти причину, да? Это когда либо в квартире идет стояк отопления, и потом идет, идет потом разводка в полу, да? Ну, спрятана в черновой стяжке до радиаторов, да? То есть, радиаторы с нижним подключением, вот. Тогда, конечно же, ну, смотрите, какое помещение залито у соседей снизу, да? То есть, и, соответственно, методом тыка, как бы, можно, да, найти, то есть, где именно непосредственно протечка. Да, бывает, что квартиры большие, трубы, трубы отопления проходят по всей квартире, вот. И непонятно, где начинать скрывать полы, там, может быть, плитка, там, напольные, другие покрытия. То есть, это, конечно, все очень сложно. Вам в помощь, я бы не сказал, что тепловизор вам поможет как-то, вам даже, ну, это очень-очень-очень сложно. Вот, ну, прям так вот точно найти протечку, я думаю, что, наверное, из-за раздела, наверное, как бы, ну, фантастики, да? То есть, у меня были случаи, где мы просто с тепловизором несколько дней проходили, посмотрели, но все равно, как бы, не нашли именно конкретную причину протечки. И в итоге пришлось, как бы, там, ну, в общем, переделать, как было раньше, ну, система отопления, все нормально заработала. Вот, значит, с отоплением, конечно, очень все тяжко, вот, потому что зачастую, если, конечно, у вас есть такие, да, новостройки в Питере, где коллекторный узел квартирный находится на лестничной площадке, в мопе, да, и можно вообще каждый радиатор перекрыть, каждый контур, да, то есть отдельно идет, ну, лучевая разводка, вот, и тогда, да, все проще, вы просто перекрываете радиатор, смотрите, перестало лететь, или нет, как бы, и, соответственно, смотрите, да, то есть уже, как у вас труба проходит в полу до определенного радиатора, и, соответственно, ну, там, либо берете схему у управляющей компании, да, то есть, как было смонтировано по полу, может быть, у вас есть, как-то в актах приема была эта схема, то есть, находите и смотрите, где начинать, начинать, то есть, вот, где вскрывать, вот. Далее, с отоплением, наверное, все понятно, да, то есть, извиняюсь, сейчас холодильник, пока, сейчас еще я вернулся, значит, так немножко еще про отопление, оно будет связано, конечно, с водопроводом тоже, главное в этом плане убедиться, что именно бывает такие, такое выполнение, когда есть коллектор в мопе, да, то есть, на лестничной клетке, местах общего пользования, труба идет до квартиры, да, и в квартире есть еще отсечной кран, да, вот, то есть, там тоже стоит такой мини-коллектор, может быть, да, на вашем радиаторе, есть такое тоже исполнение, и тогда, конечно же, вам надо отопление у себя перекрыть, да, и убедиться в том, что это труба не, труба не, которая является зоной ответственности вашего, там, управляющей компании, то есть, труба не от вашей квартиры до коллектора в мопе, да, то есть, если это та труба, то это уже должны ремонтировать, как бы, и компенсировать ущерб уже управляющей компании, вот, ну, да, в некоторых случаях, конечно, ущерб и возмещает, и, конечно, управляющая компания, если там отопление в квартире, в полу раскидан, то есть, это тоже, как бы, должна пророчить компания найти, и, как бы, все это дело компенсировать, потому что какие-то есть гарантии, там, от застройщиков, сколько-то лет, в общем, да, вот, но бывает, что сами собственники вскрывают все полы, как бы, да, хотят поменять трубы на более качественные, потому что понимать, как сейчас застройщики делают, и я только это приветствую, потому что я сам не разу сдавал дома, был на стадии сдачи и строительства, понимая какой там какой мусор до застройщики запихивают под видом труб как бы да то есть система отопления водопроводов стяжки как-то так вот значит теперь с водопроводом ребят с водопроводом конечно полегче потому что зачастую у вас вот такая вот картина опять же да то есть вот это в мопе коллектор стояки да и все это уходит на квартиры приходит у вас на квартиру примерно такая разводка так грубой нарисовал конечно конечно же и тут что ну что надо делать для начала надо перекрыть воду здесь да то есть на воде то есть убить что течет не на не труба не убийца что течет им эта труба который идет от от коллектора до вводных хранов вашей квартире тогда это будет опять же должны должны этим заниматься уже управляющей компании да это устранить как бы компенсировать вот если нет если дальше продолжается течь как бы да то есть если вы там нормально подружились соседями снизу на почве протечки как бы вот если они вошли в ваше положение дальше сама дальше понимаете что вода перестала идти да то есть основа открываете краны то есть мы смысле не найти а папочка перестала да то есть значит протечка не в этом в этом отрезке да вот дальше включайся краны причем как включаете перекрываете все контура на коллекторе вот и включаете допустим холодную воду дату самое главное чтобы убедиться холодного да не счет потому что пока там и там будете все дела ремонтировать может просить это блин даже несколько недель вот прохода вот убедиться что именно течет горячего да то есть больше не совсем понятно потому что опять же немножко так вот это отступление что когда идет против ну когда возникает протечка да то есть если там вообще еще заливает потоп это видно сразу где чего потекло то есть но рвется стоит стояки рвется рвутся трубы понятно откуда идет там свиш там это все как бы обвать просто найти вот так потихонечку капает капает течет медленно-медленно чуть-чуть чуть-чуть как бы этот самый бесячий потому что непонятно где да вот значит и в общем открыли холодную воду перекрыты все контура вот и начинаете кратит ну ну контура то пусть взяли открыли там на инсталляцию данный унитаз то что она обычно коллектор находится на инсталляции самое простое решение то есть но это не течет да видно потому что труба там сразу короткая все видно дальше открываете 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 ну и а по ну дом надеюсь что вы нашли уже протечку как бы там допустим контур там кого-то шел там на ванну на душ либо там как-то может быть на кухне хотя обычно санузла находится рядом с кухней опять эти контуры обычно короткие и всю трубу может даже увидеть как бы ну в нише завоза инсталляции то есть но обычно как бы нет нет не мойка обычно это либо там раковина на санузле который там труб проходит частично частично в полу чтобы не строги стены либо в стенах если там они там из газоблока там есть других материал которые легко штробятся которые можно повреждать в общем вот но обычно что-то рад душевой кабины там в ванной вот даже кабины с эти бывают случаи когда проходит по стене труба и когда делают люди шторка в стеклянную те же сам сантехники сами себе трубу и пробивает такое тоже бывает значит все да то есть не холодная вода да и то же самое теперь делайте с горячей водой то есть открываете кран в одной открывайте потихонечку контура как бы горячего даже на мой взгляд она как бы ну по чуть-чуть почаще рвется там давление побольше особенно-то ночью возникает вот обычно значит почему рвутся трубы да ты сейчас немножко опять отступление будет потому что смонтирована плохо то есть в основном вот знаете вот я не люблю там сильно критиковать своих коллег до который сделал ремонт но частыми но часто проблемы очень часто часто до сказал масло масляное в общем чаще проблемы из-за того что неправильно смонтирована вот вот ребят вот я куда не перехожу на квартиру везде одна один и тот же почерк трубы без изоляции в стенках соответственно трубы при этом на нагреве и охлаждение начинаются они себе формироваться то же сами на себя давят и стенку трубы должны быть быть в изоляции вот за это топлю даже на своем канале неравнократно вы это видели поэтому причины конечно же неправильный монтаж в основном вторая причина что конечно же некачественные проект прокинуты материалы вот то есть где-то сантехника решил сэкономить да то есть либо вы сами решили сэкономить вот и будет и на сантехнике и сами все прокидывать потом пожинать плоды свои потому что купили самый сам дешевая в каком там сетевом магазине вот а там еще она еще некачественные паленые еще казалось ну к вам вам в копилку по причине протечки до в пользу причин причины пользу протечки вот и конечно когда вы находите уже к вы так точно идете контур то есть что что копать все это через через это самое великое терпение сосис снизу который что терпит который это все капает отходит там плитка там того что вы расходятся там под потолок мог не там и сама стенка уже там вся спучилась то есть они все терпеливо ждут пока вы найдете протечку это все одно нормально то есть хорошие соседи попадутся вот и таким образом конечно вы найдете быстрее протечку то есть вот опять поймете какая именно труба где на проход где она могла быть и но деформированным быть там то есть она была заломана либо как-то еще повреждена то есть это как будто смотрите это просто просто вот так вот да вот и конечно на пути как бы начинаете все скрывать полы и стены то есть это понятно как бы вот так вот с водопроводом чаще всего бывает то есть вот бывает что не вот так вот идет оба что стояки в квартире находится там истечные краны да то есть но считать что вот это канат стыка тогда получается то есть также все делаете то есть вот ты стояк целый все нормально вот из также все в квартире смотрите куда уходит трубы в пол стены как бы там все это все дело наблюдаете очень с грамотной сантехникой нам намного меньше риск что будет эта протечка будет дискомфорт этом проблемы с соседями снизу вот поэтому так вот ребята и конечно причин почему не стоит жить в квартире вообще потому что как там над вами сделали сантехнику да то есть как они сэкономили как не подошли к этому ответственно в общем знает только только соседи сверху чем это да и то ничего что же не знают и на веру на вере верит как бы на слову сантехника которым это монтируют а те даже сантехники не является ладно давайте тоже было отступление дальше теперь по канализации по канализации все чем просто да вы выключаете воду бывать не совсем поднял что-то канализации что-то бывает такое выключаете воду смотрите практически продолжается и знаете знаете вот опять же чтобы потекла труба недавно смонтирована и там может быть пять лет десять назад пластику обычную пнд труба чтобы она потекла надо очень сильно постараться чтобы она потекла и даже но и не могу даже сказать у меня не было таких случаев то есть либо она была как-то деформирована она была как-то повреждена то есть у меня такие бывали случаи что я ставлю грубо говоря с магазина трубу вот она пролежала месяц у меня там на объекте там да тут не было фронта работы появился фронт работы я ее ставлю как бы запуская воду бах трещина откуда трещина новокастом когда передвигали мой материал там отделочники там то ли наступили на трубу то есть там еще что-то уронили то есть она там трещина и особо не видно вот тоже плохое освещение на объектах и вот она тиро появился трещина хорошо что ну хорошо что я его заметила бывает такое что не за незаметно то есть ты проливаешь она вроде как держит а потом со временем начинает капать да то что проливать проливаешь обычно холодной водой когда горячий немножко расширяет начинает течь но это все как бы но мелочи да но чаще всего канализации счет в квартире когда вот реально неправильно собранном это ближе к инсталляции то есть какие-то за липушники ставят там неправильные патрубки используют гофрин и инсталляции прискните на инсталляции на для унитаза использовать гофр да там то есть вот и такое видео то есть а такое вскрываем и даже есть видео на канале давайте подскачку сверху положу вот прикреплю то есть увидеть сейчас вот на то видео где много франа здесь там вместе кейс то видео на канале вот я смог выложить очень основном проблемы с канализацией она она возле стыка канализационно там где-то то есть вот и как-то тогда то есть обычно с канализация очень редко чем происходит вот до капает у соседей в районе стояка потому что он такое слабое место бывает самое то есть там сам ну как бы но смысле для воды или легче партии там да то есть и вот пока не сканализационным стойку течет в общем вот как то так значит нюанс да сразу в конце странного сразу нам говорить ребят если вдруг под вами под ваши квартиры там соседи у них что-то протекло это еще не точно что-то вы топите то есть сука с меня было случаев до 2 даже сейчас месяц назад был случай я вам показывал как там вот опять же подскажка бы сверху как как стоят то был собран вот что там были врезки именно сам непосредственно стоят через какие-то там манжеты не знаю как они самодельные не самодельно очень как-то так вот вышел мастер с положения сделал я там все сделала там клеем абоксидным все обошел все стыки все заклеил но течь не перестала вот но и когда у нас был все строительские два дня не было воды реально все сказать немного два дня воды ну соответственно течи не было когда включили воду течь перестала идти понимаете то есть это было не канализация вот то есть и это было то есть человек не пользовался водой он сказал и вода начал потихоньку капать при отключенных водопроводе то есть он сказал я так водой не пользовался там ну человек живет такой как бы нам он так можете позволить водой не пользовать на колонку за водой то есть хотя она же на квартирном жилом здании в квартире недалеко просто колонку к специального заморачнулся то есть там вот ходил в баню мылся вот чтобы это все проверить как бы вот и пристать соседи сверху каста пили вот мы еще пока не нашли эту протечку то что буквально по капельке то есть ее стало много меньше трубы при отключении включения чем-то забились и вот такой случай до произошел ребят то есть поэтому ребят сразу не расстраивайтесь если пришли сосединирую сказать что вы топите то есть ну как бы там копы да течет там вот потолки испучились то есть бывает такое да что у вас не видно через ваш ремонт из проход через за стенками меж стенками там печь в перегородках все это дело копы течет вода находится самый легкий путь до земле то есть вот и поэтому она может протечь в любом месте не обязательно там где прошла находится причина протечки поэтому течет у человека там в одной стороне может быть другой совершенно у вас быть протечка либо соседа сверху то есть бывает что то вообще это как бы не по вашему стояку то есть вообще у соседа как бы смежный квартир то есть случаев очень много поэтому ряд не расстраивайтесь проверяйте сразу проверяйте свою систему вот отключаюсь включайте постепенно вот и тогда конечно же будет вам счастье как бы вот и могу опять же говорю что если вы сейчас можете ролик то скорее всего там протечка незначительная там пока по учету там ну вот так вот нет прям такой прям затопа да то есть поэтому то вам и не найти протечку поэтому и смотрите видео вот такой главный дал сейчас материалов и своего опыта по обслуживанию квартир и жилых зданий по квартир вот и как то так вот ребят вот надеюсь вам это все понравилось вот пишите мне комментарии на эту тему то есть помогло не помогло какие может быть мысли я до вас не донес вот а вы хотели бы их получить дополнить меня коллеги опять же кто кто опять же смог дотянуть до конца смотрите это видео мое мое ману мое занудство и всякий всяческий фаблак успехов ребят груз заранесу делать изначально качественный ремонт и тогда вы тогда не будьте посмотреть подобные видео искать в панике с расшатыми расшатыми нервами вот потом материал вообще на ко всему от нас относящиеся там где у вас очень много соседи на даче все очень как бы очень ответственно к этому подходи потому что блин самое самое по 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 тем самым по убыткам это конечно же причем это конечно же этот потоп и то есть до затопить соседи поэтому ищите изначально нормальную сантехнику убеждать что он компетенте что он сделать вам с чувством с толком с остановкой с настроением как бы дабы будет заинтересован выполнение качественных работ предоставлений услуг как бы тогда конечно вы будете спать более спокойно вот и он должен был должен быть спать спокойно ведь понимаете когда случается такая случаясь такая ситуация уж начать создать мастерос да то все выпытывать сейчас случилось почему как бы на вот и многие сантехники недобросовестные просто начинают гаситься вырабатывать телефон ну как это может быть вашем случае вот такой ребят видео надеюсь опять же нам вам полезным помогло вот как то так ребят другого ничего пока не придумываясь и вы владеете более лучшей информацией то есть или в лучшем ответом и решением опять же просто прошу писать комментарии все ребята до встречи желаю вам всего все все хорошего как бы чтобы вы никогда с этим не сталкивались слова вы жили только в комфорте своих квартирах но лучше все-таки жить в своем доме и быть хозяином своей жизни в этом это мое мнение все ребят пока и и и и и и и и и Продолжение следует...